здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал 20 вещей о кабале которое нужно знать всем значит кто не смотрел мой предыдущий ролик где я показал один интересный комментарий вот так вот значит он выглядел о протоколах сионских мудрецов кто не смотрел посмотрите чтобы вы понимали в чем собственно дело я значит начал искать зашел я вот на такой вот интересный сайт называется маша хру значит этот сайт для евреев и об евреях ну и нашел я вот такую вот интересную значит интересную штуку о кабале которая как бы подтверждает все то что было написано в этом комментарии если конечно это не очень тонкая игра еврейская если они конечно не хотят нас натравить на украину там или на литву я не знаю но все что там в комментарии ребята написано все это дело совпадает давайте значит я вам покажу что мне удалось найти вот тут а в этой заметке о кабале первое кабала это не наука кабала как теория на самом деле выглядит довольно наука образно и можно долго рисковать схемы пытаясь втиснуть их творение сжатия утаения линию свет сосуды и их разбития но кабала не исчерпывается теории само слово ведь означает принятие получение значит принимаем и получаем от кого-то кабала это часть торы кабала это не наука ну значит не буду я вам все вот это тут много пунктов 20 пунктов я вас значит сейчас ознакомлю начиная с 12 пункта и покажу интересные вещи или даже сказать совпадение с тем текстом который я вам первом ролике зачитал значит вот тут много кому будет интересно оставляю я ссылку на этот сайт можете сами посмотреть почитать как кабала рассматривает первородный грех как соотносится вдохновение учения кабала сухой буквы закона кто сейчас главный каббалист творение мира реальные дни или какие-то другие дни не по 24 часа в сутки что было до этого откуда взялись обезьяны почему мадонна учит каббалу а давайте про мадонну у нее высокая душа и она хочет исправить свое существование но те кто ее учат преподносят ей экспортный вид этого учения и она не приходит к соблюдению заповедей не доходит до сути так суть каббала это выполнение заповедей хранилище душ это абстракция так давайте вот здесь 12 пункт реинкарнация это выдумки или правда я могу узнать о своих прошлых гилгулим гилгуль означает круг то есть душа иногда должна пройти новый круг скитаний по миру слово реинкарнация происходит от латинского карне это означает мясо плоть ну то есть есть такое даже у нас слово у русских сами знаете абкарнать то есть душа вновь и вновь приходит в этот мир в разных материальных воплощениях иногда требуется не прожить целую жизнь а лишь поучаствовать в каком-то фрагменте и тогда этот и бурный шема присоединение к чьей-то душе временно например надав и авиу пришли помочь пинхасу в эпизоде с шатром козбек бацур реинкарнация это не фантазия цель ее исправления тех аспектов души которые пока не были очищены говорить сегодня кому-либо о его прошлых воплощениях является как правило спекуляцией ведь на наш мир по определению является миром сокрытия и утаения эта информация мудрость может быть предоставлена лишь для практической пользы в плане торы заповедей например ари раскрыл рабби хаймо виталу его прошлые воплощения так как требовались требовалось за очень короткое время помочь ученику добиться глубокой концентрации то есть о чем ребята вот этот вот текст говорит во первых это все пересекается с буддизмом с индийскими ведами и это все пересекается значит с нашей славянской есть такая книга мертвых то есть все что написано в нашей книге мертвых и все что написано вот здесь имеют пересечения поехали дальше так что же он ему открыл ари объяснил что душа раби хайми связана с корнем каина она много раз спускалась в этот мир и каждый раз что-то исправляла в своем прошлом интро это каин его прозвище а кени говорит об этом частности он дал ложь свою дочь в жены далее это это душа пришла в рахов далее же она пришла в мир как хавер а кени муж знаменитой я или хавер те же буквы что рах далее пришла как первосвященник или перестановка букв имени рахов воплотилась в хану у ханы доминировал мужской аспект ей было трудно зачать или дал ей благословение с ним пришло к ней женское начало так как или был именно женским началом своей песни хана упоминает рахов намеком ха хав пи аль ой вай раскрой рот мой рот дабы поглотить врагов эти и другие воплощения были раскрыты ари с определенной целью от широкой общественности теории реинкарнации впрочем достаточно долго скрывалась каббала считалась опасным делом почему каббала считалась опасным делом потому что человеку свойственно увлекаться как раз не тем что нужно и полезно а что вкусно и нездорово он сможет проникать в тайны бытия но забудет о самых простых своих обязанностях ромак в шестой книге влекущий свет пишет об этом такие которые смотрят на звезды а пропасти под ногами не видят ребята вот короче об этих звездах сейчас следующий идет текст я вам кое-что и покажу говорилось что изучающий каббалу не доживет до преклонного возраста это ограничение сняты только в последствии столетия благодаря обещанию рабби хаиме витала тот кто будет изучать мои книги не испытает негативных последствий каббала и астрология есть между ними связь каббала не может не учитывать жестокую обусловленность этого материального мира по принципу подчинения старшему парангу или в хасидской философии седер аж и штальшелут если известно что какие-то факторы гармей аша им проще говоря звезды планеты кометы будут давать негативное влияние то знает то зачем зная об этом лезть на рожон ну то есть как бы он предупреждает не лезьте вы к этим звездам раз вы них хрена не понимаете а каббала естественно знает и об этих факторах книга созвездия зодиака однако надо воспринимать это спокойно евреи никогда не делали из звезд тарарам рабби хаим витал был связан с планетой марс которая означает кровопролитие в одном из воплощений он был моэлем который допустил ошибку при обрезании ребенка что имела плачевные последствия что из этого следует абсолютно ничего человек может знать свою природу но вопрос что он делает с этой информации дальше гороскоп это попытка что-то получить задаром это запрещенная вещь это слабость сердца ребята вот об этом говорит каббала гороскоп это попытка что-то получить задаром это запрещенная вещь это слабость сердца а давайте теперь ка я вам покажу кое-что вот тут значит пишется как бы о царе о царе который значит связан с евреями считается что после хирургического удаления язвы ереси жидовствующих евреев на руси не стало но это совсем не так политика ивана грозного была жестокой по отношению к евреям однако он полагал что крещение их исправит и выкрестов не гнал народ же когда говорит что жид крещеный что волк прирученный говорит не пустое а кроме того будучи однажды вброшенным вирус вольнодумство начал распространяться уже сам по себе умеющий читать бояре да и сам великий князь интересовались западноевропейской наукой и по словам летописца ребята на чаша учитесь волшебным книгам или как выражался один современник звездозаконию и волхованию упражняющийся иосиф володский в своем просветительный прямо говорит даст насловие некоторое и звездозаконие учаху и по звездам смотрите и строите рожение и житие человеческое астрологические предсказания по книге тыры пыры шастокрыл стали весьма популярными то есть ребята смотрите как в том комментарии и сказано что какая-то третья сила хочет нас постоянно с евреями чтобы понимаете стал столкнуть лбами видите но здесь ребята в каббале написано гороскоп это попытка что-то получить за даром это запрещенная вещь это слабость сердца то есть видите то вот это вот значит вот так живая книга монаха афанасия то есть она утверждает что они тут со звездами но у каббала утверждается со звездами никаких делов не имеете тут вот даже в этом передедущим я вам читал тут пишется некоторые которые смотрят на звезды а пропасти под ногам не видят понимаете о чем это дело то говорит то есть каббала предупреждаю что не лезьте туда ребята в чем вы не соображаете понимаете да так поехали дальше сны и каббала не буду читать но ребята в чем собственно дело как бы блин интересное дело я говорю очень тонкая игра тут разобраться или самые евреи нас хотят запутать я не знаю помогайте присылайте свои значит это думки кто чего там придумал кто чего читал давайте вместе в этом деле разберемся так 17 пульса денура и другие каббалистические средства избавиться от врагов это выдумки вопрос вы намекаете на удаление на серо 1970 и сталина 1953 то есть они как бы уже соглашаются что стали сталина это они шлепнули да это произошло с применением эзотерических средств если евреи располагают неким тайным оружием против своих врагов то не лучше ли чтобы она оставалась тайным не будем уподобляться израильским СМИ которые разбалтывают важную информацию которая могла бы привести к победе остаться она тайной так смотрите значит чё а вот вам значит зачитаю про николая первого а подождите подождите перескочил читаем cmercedec это же из этого же сайта значит ну только другой раздел cmercedec первым начал помогать евреям в русской армии до революции в царство николая первого в 1827 году был издан закон ну то есть это я ребята к тому что еще значит там на романовых бочку катят что они там же 2 понимают но дело очень тонко все понимаете какая подстава то из этой от этой от этой третьей силы то идет я где-то даже с тем с тем комментарием в моем первом ролике я согласен во многом потому что прочитать вот тут вот эти вот вещи я вижу что он там блин на 80 процентов прав этот человек который написал этот комментарий так царство николая первого в 1827 году был издан закон обязывающий евреев к отбыванию воинской повинности от которой они ранее были освобождены но самым тяжелым ударом было введение рекрутской повинности для еврейских мальчиков с 12 лет которых отправляли в школы скантонистов кого-то призыва для еврейских общин составлял 10 рекрутов с одной тысячи мужчин ежегодно сразу после издания этого закона рэбе цемах цедек глава любовеческих хасидов то время отправил своих тайных посланников креткульских участников вызданной в 1962 году книгу цемах цедек и движение просвещения в россии рэбе раяц пишет что их задачу входило поднятие и укрепление духа еврейский солдат чтобы они сумели устоят перед искушением крещения ожидающего их в ближайшем будущем то есть ребята смотрите они очень этого крещения боятся там же рассказывается что когда закон о кантонистах был распространен на евреев еврейский народ объял ужас для спасения евреев рэбе цены создал специальный комитет у которого было три задачи помогать общинам снизить рекрунскую квоту спасатели еврейских детей для этого было создано общество пробуждения мертвых посылать своих представителей к рекрунским участок чтобы утешить детей укрепить их верности в еврейской религии на эту ответственную деятельность требовались огромные деньги и занимающие люди ежедневно подвергаясь большому риску поэтому первые годы существования этого комитета о нем знали только избранные люди а вот теперь вот на николая значит перекинемся и чё же тут пишется и а тут пишется что николай дал дуба ребята не знаю после этого рекрунского набора он дал дуба или может но тут вот несколько версий значит это рассказывается ну можете это все посмотреть просто наберете про николая и тут пишется что тут что-то дело нечисто короче какой-то нарисовался врач которого зовут мартин мандит ох ё-моё блин так он я говорю что это предвестик поражение во секрете а посему попросил мартина мандита дать ему яд который позволил бы ему уйти из жизни оградив себя от позора ну короче тут дело темное тут столько рассматривается ну короче делал что что он дал дуба так поехали дальше основатель христианства и имел отношение к кабале это новые поняли про спасителя имеется ввиду он пользовался запрещенными методами ребята какими такими запрещенными методами пользовался значит спаситель его мотивы пока не совсем понятны в любом случае это был сын и еврейского народа и он наверняка уже совершил на том свете все положенные этапы раскаяния представители так называемой иуда христианской этики видят в нем пророка популяризаторы идей торы и кабалы что ж популяризаторов много но важен результат от христианства мы видим тот результат от христианства мы видим тот результат что вылились реки еврейской крови и теперь смотрите ребята ребята значит нам пропихивают значит что христианство câтда водилась на руси и И вырезали там типа, тоже оказывается реки крови-то лились у нас на Руси. То есть, тот, кто эту тему пропихивает, я не знаю, он или еврей, который тоже говорит, что вылились реки еврейской крови, то ли это, я не знаю, какое-то особенное христианство, не то, которое у нас. Разные какие-то, видать, христианства. Так, еврейскую мудрость взяли на вооружение народу мира, но перестали ли они от этого быть антисемитами? И почему слово семит не предполагает, что и арабы тоже сыны Шема, а следовательно семиты? Почему антисемитское это именно антиеврейское? В мире так много элементарного невежества, что пока мы дойдем до Каббалы, было бы неплохо просто растолковать базисные термины. Тогда к Каббале можно будет подойти с более чистыми руками. Как освещается в Каббеле понятие Мессии? Так, очень широко и глубоко это ключевое понятие всего иудаизма. Вообще это цель творения миров. Шесть тысячелетий даны для того, чтобы полностью привести мир к переходу на новые рельсы, к переходу в новую реальность. У каждого тысячелетия есть свои характеристики. Бутние дни недели, их также шесть, приводят нас к субботе. За это время дважды высвечиваются имена Бога. Бан, Ма, Исаак. Наконец наступает очередь имени Аб. Суббота это другой уровень. Ее влияние начинается со среды. Постепенно доминируя все больше и охватывая все пласты бытия. Это отражено и в смене планет по дням недели. Волшебная семерка видна во всем. И в музыке, и в цветовой гамме, и в астрономии. Она спроектирована из семи сферот эмоциональных качеств Всевышнего. А Мессия соответствует раскрытию последней сферы. Малхут реализации королевского атрибута. Отсюда идея о том, что именно седьмой любавческий рим является Машиахом Мессии. Вы можете сказать, не все верят именно в субботу. Для кого-то важнее пятница или воскресенье. Однако заметьте, что и во времени и пространстве дочерние религии, отпочковавшиеся от иудаизма, теснятся именно к еврейскому аутентичному пункту исходной правды. В пространстве идет спор за Иерусалим. Точка, откуда были взяты элементы для сотворения первого человека Адама. Во временные идут попытки облегчить субботу, прилепиться с обеих сторон к ее исконной святости. Понятно, что таким образом пытаются высосать из иудаизма все, что только можно. Это обычный вампиризм. Что же касается индийских ветв, которые продолжают традицию Аврааму, то там написано, кто отдыхает в седьмой день, будет жить долго и счастливо. То есть, обратите внимание, эта самая Каббала и пишет, что то ли индийские веды из нее взяты, то ли она из индийских вед взята. Но то, что это одно и то же, ребята. Так что вы сильно не переживайте, что там это христианство там. Так, ну и последнее, ребята. Планируете ли вы выпускать книги по Каббале? Да, было бы хорошо перевести на русский язык фрагменты из Кэтвей А.А.Ри, релевантные для широкой публики, дающие вдохновение к исполнению заповедей, будь то семь заповедей для всех людей, или 613 для евреев. Ведь Каббала очень вдохновляет, а на душа Торы. То есть, ребята, здесь прямым текстом написано, дающие вдохновение к исполнению заповедей, будь то семь заповедей для всех людей, или 613 для евреев. Какие, значит, семь заповедей-то, ребята? А вот эти семь заповедей, которые вот в этом комментарии мне, человек и Максим, мне Максим и прислал. Признание того, что лишь один Господь. То есть, эти семь заповедей, те, которые дал Господь Ною. Отсюда, ребята, делаем вывод. Будь то семь заповедей для всех людей, или 613 для евреев. То ли, то есть, эти семь заповедей, были даны Ною для всех людей. То есть, он не являлся евреем. Или 613 для евреев. Спасибо за внимание. На этом ролик заканчиваю. Вот такие вот интересные штуки я нашел на вот этот вон сайте. Изучайте. Ссылку вам оставляю. Вот тут много. Иудаист, Каббала, Хаббат, энциклопедия. Можете, изучайте. Может, кто-нибудь. Вот тут вот Таня, значит, мне как-то приходил про Таню. Что-то там про Таню было, не помню. Ну, смотрите, изучайте. Может, каждый что-нибудь интересное найдет, и мы его разберемся в этом деле. Да, что там, к чему. Может, и в самом деле прав вот этот вот человек, который вот тут вот все написал, и нас просто-напросто какая-то третья сила стравливает. Я не знаю. Нас на Западе там обсирают. Здесь евреев обсирают. Причем к этим евреям приписывают всех. Царя, казаков, Путина, правительство. Да всех, кого угодно к евреям. Ну, понимаете, идет разжигание розни. И готовится у нас переворот или Майдан, как хотите. Война готовится. То есть, все вы знаете, как русские к этой жидовской теме относятся. И как раз вот на эту больную жидовскую тему нам и давят, ребята. Ну, ладно. Спасибо за внимание. До свидания.